Galaxy S21 Ultra The Galaxy S21 Ultra The Galaxy S21 Ultra Galaxy S21 Ultra И пока абсолютно все внимание популярных техноблогеров приковано к Galaxy S21 Ultra, нам удалось, так сказать, поскрести по сусекам и раздобыть самый, не поворачивший язык сказать это, но простой флагман компании. Это Samsung Galaxy S21, с которым мне удалось походить некоторое время. И о всех его плюсах и минусах я расскажу в этом видео. Но прежде чем переходить к сути видео, хочу попросить вас поддержать наш канал и подписаться, поставить лайк этому видео и написать пару комментариев, чтобы YouTube рекомендовал это видео другим пользователям, которые будут искать информацию о Galaxy S21. Если вы заметили, то в видео нет назойливой рекламы, а значит нет монетизации, поэтому мы заботимся о вас, а вы в свою очередь поддержите нас. Спасибо! Представили смартфон совсем недавно, возможно вы смотрите это видео до официального старта продаж, но на e-каталог есть варианты с разными ценами. Состоянием на 24 января цена на Samsung Galaxy S21 стартует с 25 450 гривен, или 68 тысяч рублей, или 900 долларов. Хотя, если вариант с накопителем на 128 гигабайт вам кажется скромным, вы всегда можете выбрать модель с объемом на 256 гигабайт, но и цена подрастет до 27 450 гривен, 73 тысяч рублей, или 970 долларов. И если вы планируете покупать аксессуары к вашему новенькому Galaxy, то на сайте имеется отдельный раздел, правда ассортимент для новинки еще скромный, но уже через пару недель тут будет несколько страниц, 100%. Внешний вид аппарата претерпел ряд очевидных и спорных изменений. По сути изменилось все, материалы, цвета, общий вид, и естественно ощущение от смартфона сильно отличается от предыдущего поколения. И лично мне еще до знакомства отчую казалось, что Samsung в этом году что-то перемудрили, и такой дизайн зайдет далеко не всем. Но когда смартфон попал ко мне в руки, мое мнение кардинально изменилось, и вот почему. Так получилось, что как такового постоянного телефона у меня нет, ибо часто что-то приезжает на обзор и ходить с двумя телефонами, когда симка постоянно допустим в айфоне, как минимум несправедлива. И никакого полноценного и справедливого обзора в таком случае не может получиться. Одним из моих любимых смартфонов именно в тактильных ощущениях является Pixel 3 XL в цвете Clearly White. Это я к тому, что Galaxy S21 в цвете Phantom White лично для меня переплюнул даже Google и сделал конфетку. И пусть тыльная панель смартфона выполнена из пластика, но ее текстура в разы лучше прошлогоднего стеклянного варианта. Она не блестит, практически не собирает отпечатки и не ощущается каким-то дешманом. Модуль с камерами в компании назвали Contour Cut. Он выпирает на полтора миллиметра, и это мешает только в случае, когда смартфон лежит на плоской поверхности. В плане эргономики такое расположение модулей камеры приемлемое. За время тестов я ни разу не задевал объективы камер пальцами, что важно, особенно когда вы все время пытаетесь что-то сфоткать. Кстати, обрамление камеры по ощущениям непонятно из чего сделано. И тут наши мнения в команде разошлись. Я думаю, что это пластик, а серый склоняется к варианту, что это металл. Рамка алюминиевая, на гранях все как обычно. Справа качелька регулировки громкости и кнопка блокировки экрана. Слева пусто. Внизу лоток для одной сим-карты, микрофон, разъем Type-C и мультимедийный динамик. На верхней грани еще пара отверстий для микрофона. Спереди полностью плоский экран на 6,2 дюйма. В верхней части находится второй динамик, а в центре фронталка. Рамки очень маленькие и при прямом сравнении Galaxy S10 Plus и S21 последний выглядит выигрышнее. Кстати, в продаже имеется целых 4 варианта цветовых решений. И все они имеют приставку Phantom, вероятнее всего за счет текстуры. Есть серый, розовый, фиолетовый, который больше похож на лиловый, и белые фантомы. В зависимости от основного цвета меняется цвет рамки. Причем в случаях с серым, белым и розовым все очевидно. То в случае с фиолетовым рамка выполнена в цвете розовое золото. И создается впечатление, что компания Samsung делала эту версию специально для Таноса из Marvel. Сначала я хотел упустить этот момент, так как смартфон приехал ко мне соло. Но потом я вспомнил, что комплекта как такового и нет. И в коробке вы получите лишь кабель для зарядки и пару бумажек документации. Еще скрепку. И как бы с одной стороны это хорошо, ведь в итоге у нас цена стала меньше на флагманы. Но с другой стороны я переживаю, что при покупке Galaxy Note 21 нам не пришлось отдельно покупать стилус. И смех, и грех. В S21 используется Full HD Plus матрица, выполненная по технологии динамик AMOLED 2X. Опять же, если вы поклонник компании Samsung, то в курсе, что в S20 и даже в S10 был экран с разрешением QHD+. Но при прямом сравнении, эта разница видна далеко не всем. У серого S10 Plus и он обходится в Full HD Plus в угоду автономности. Основная фишка дисплея – это поддержка частоты обновления до 120 Гц. И по умолчанию в смартфоне включена адаптивная плавность, которая автоматически повышает или понижает герцовку. По сравнению с S20 это весомое преимущество, поскольку не будет расходовать заряд на сверхплавную картинку, когда вам это не нужно. Для тех, кто хочет экономить заряд, есть вариант с постоянными 60 Гц, но я к таким пользователям не отношусь. Плавность 120 Гц заметна абсолютно везде. От плавной прокрутки интерфейса до катки в PUBG. А кто я такой, чтобы этим пренебрегать? Лично для меня плоский экран – это один из самых больших плюсов данного дисплея по сравнению с прошлыми моделями. По ощущениям телефон менее хрупкий и его реально проще держать, не боясь за случайные нажатия или свайпы. С размером в 6,2 дюйма данный дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus, которая более устойчива к падениям и царапинам, нежели шестое поколение, выдают 1300 нит яркости в автоматическом режиме и 100% цветовой охват в диапазоне DCI-P3. Картинка действительно очень яркая, контрастная и насыщенная, особенно если не поменять настройки экрана на естественные цвета. Также можно включить адаптивную настройку в зависимости от окружения, так как матрица AMOLED без шима не обошлось, но за время тестов мои глаза были в норме. Углы обзора отличные. Вообще, флагманы компании Samsung частенько занимают первые места в различных рейтингах экранов смартфонов, поэтому об углах обзора и общем впечатлении скажу кратко. Все супер. В целом, Samsung, как всегда, радуют одними из лучших экранов на рынке. Этого у них не отнять. Вся линейка Galaxy S21 – это первые смартфоны, которые используют последнее поколение процессор. Либо Qualcomm Snapdragon 888, либо Samsung Exynos 2100. Они оба построены по высокоэффективному 5-нанометровому техпроцессу и у нас, понятное дело, версия на Exynos. Но за время тестирования у меня не возникло ни единой проблемы и намека на лаги или подтормаживание. Не забыли обновить и графический процессор, теперь это Mali-G78 в Exynos и Adreno 660 в Snap. В предыдущих поколениях Exynos имел небольшую тенденцию отставать от телефонов на базе Qualcomm в некоторых областях. Мы, к сожалению, не смогли напрямую сравнить новинки, но сдаётся мне, что теперь разрыв будет минимальным. В Geekbench 5 Samsung Galaxy S21 показал 3367 баллов в многоядерном режиме. Этот результат на порядок выше по сравнению с S20 и его 2699 баллами. Antutu показал 608 тысяч баллов. Тест на троттлинг был пройден на отлично. В играх всё так же ожидаемо круто. Ни того же троттлинга, ни сильного нагрева замечено не было. Графика хороша, настолько, что даже на большом экране через DeX поиграть было не зазорно. В целом, вариант телефона на Exynos 2100 это шаг вперёд по сравнению с тем, что мы видели у Samsung ранее. И это один из лучших опытов использования в плане быстродействия и производительности на Android смартфоне на данный момент. А вот с памятью в Samsung решили обойтись построже. Она безусловно быстрая, UFS 3.1 для внутренней и LPDDR5 для оперативной. Но у нас забрали святая святых, поддержку карт памяти. Теперь у вас на выбор будет либо вариант на 8128, либо 8256. Я, конечно, утрирую. Думаю, большинство людей с смартфонами на пару поколений старше вообще не пользовались возможностью расширить память. Просто мысль о том, что если вдруг ты станешь крутым мобильным фотографом или видеографом, и тебе понадобится свободное место, то как бы решение всегда под рукой. Ну и с другой стороны, кажется, что тебя немного ограбили. Ведь раньше была такая возможность, а сейчас её просто-напросто убрали. Но компания пошла на удешевление производства, поэтому вот вам компромиссы. Получите, распишитесь. Из коробки S21 будет поставляться с Android 11 и фирменной оболочкой One UI версии 3.1. Я считаю, что One UI это одно из лучших решений в плане оболочки на Android, не учитывая, конечно же, пиксель. А со старта третьей версии One UI показывает себя ещё с более выгодной стороны. Поменяли анимации, алгоритмы работы с приложениями, памятью, энергопотреблением, и на практике это всё хорошо заметно. Система по ощущениям выглядит легче, чем предыдущая. Сторка уведомлений разворачивается внизу, чтобы было удобнее работать одной рукой, но шестерёнка настроек осталась вверху. Что? Два раза тапнув по экрану там, где нет никаких иконок и виджетов, его можно заблокировать. Очень удобная фишка, чтобы не жать на боковые клавиши. Особенно удобно в машине, когда телефон-держатели. Галерея тоже преобразилась и теперь ещё лучше находит, что вам нужно. А одной из интересных особенностей можно назвать Labs и функцию удаления объектов из снимка. Эффективность зависит конечно от кадра, но возможность такая есть и со временем я думаю станет лучше. Ползунок громкости вертикальный и расположен на стороне кнопок, что логичнее. Также он шире и в него легче попасть. Немного изменилась концепция управления батареей. Если раньше можно было выбирать режимы в одном подменю, то сейчас энергосбережение это отдельный ползунок в главном меню. А адаптивный режим и улучшенная обработка это отдельные ползунки, зарытые поглубже. И в шторке уведомлений теперь смены режимов тоже нет. Как по мне это менее интуитивно и не так удобно. Но по сути один раз включив адаптивный режим и настроив автоматизацию энергосбережения, вы сюда больше лезть не будете. Не обходится конечно и без казусов в кривом дизайне тут и там. Изменение вида контактов, ну и конечно ограничение перечня телефонов, которые получают данное обновление. В плане камер чуда не произошло, так как большая смена сенсоров произошла еще после 10-го поколения. В этом году Samsung решили взять нас софтом. Поэтому тут те же три модуля. Ширик с оптической стабилизацией, ультраширик на 120 градусов и телефото с трехкратным оптическим зумом. 12, 12 и 64 мегапикселя соответственно. Теперь на все камеры, включая фронталку на 10 мегапикселей, можно снимать видео в 4К 30 кадров в секунду. Но не 60, как все говорят. Максимально можно снимать 8К 24 кадра в секунду, но кроп в таком формате не радует. Суперстабилизация по-прежнему работает только при качестве Full HD. Улучшилась автофокусировка, шумоподавление и качество снимков в ночное время. Появилась возможность снимать одновременно на фронтальную и основную камеры. Вести запись звука на несколько микрофонов и делать отличные снимки с 8К видео во время просмотра видео в галерее. Также можно, так сказать, залочить зум во время сильного приближения, чтобы не было сильной тряски. В кинорежиме можно увидеть предпросмотр всех камер одновременно и выбрать, что вам больше нравится. Возможность одновременно снимать видео на фронтальную и основную камеру далеко не новинка. Но сейчас та функция стала особенно актуальной с приходом тиктоков, инстаграмов и прочих социальных сетей. Ведь куда приятнее наблюдать за живыми эмоциями, чем за отработанной мимикой и жестами. Ну и как всегда, небольшой тест фронтальной камеры. Сейчас вы сами можете оценить качество записи видео и качество записи микрофона. Это Samsung Galaxy S21. А это тест записи видео на фронтальную камеру смартфона Galaxy S21 в ночное время, без дополнительных источников света. Ну, как бы сами можете оценить качество записи звука. В портрете тоже появились немного другие настройки и улучшенный анализ животных. В принципе, портреты получаются довольно детальными и контрастными. Но не такими контрастными и детальными, как на мой Pixel 3 XL. Даже на Galaxy S10 Plus Gcam выдает намного лучший результат. И вот за это я не люблю Samsung. Они не дают возможности полностью отключить свои алгоритмы и шумодавы в автоматическом режиме и наслаждаться естественностью фото. А в портретном режиме это особенно заметно. Фотографии дальних объектов, сделанные с 10-кратным увеличением и ниже, имеют приличное качество и подходят для использования. Все, что выше, становится очень зернистым, но отлично подходит, если вы любите посталкирить и посмотреть, что там у соседей. Стоит упомянуть и об обновленном режиме мультикадр, который теперь еще лучше поможет вам снять сложные сцены, например, с ребенком или животными. Как и всегда, снимки у Samsung очень насыщенные и слишком четкие. Это их особенность и все, кто хоть немного интересуется, об этом знают. В целом, это функциональная и надежная система камер, которая вас точно не разочарует. Ссылку на оригиналы фото и видео я оставил в описании. Осталось только дождаться выхода рабочего Gcam для этого смартфона и там уже можно будет поясочиться с настройками и выжимать максимум из этой камеры. В Galaxy S21 установлен аккумулятор на 4000 мАч. Из-за того, что в комплекте нет зарядника, мы особо не расстроились, потому что у нас есть 65-ваттная зарядка от Basius, которая поддерживает большинство известных стандартов, и Samsung не исключение. На нее мы уже сделали обзор, поэтому смело досматривайте это видео, а в конечных заставках оставим ссылку и на него. В общем, с помощью Basius нам удалось зарядить данный смартфон за 1 час и 10 минут, что очень даже не дурно. Беспроводная зарядка на 15 Вт есть, и обратный ее вариант тоже только помедленнее. От одного заряда смартфон может прожить аж целый день. Ничего необычного в этом нет, так же, как и ничего прорывного. Samsung обещали, что этот процессор должен был изменить ситуацию, но чуда не произошло. За сохранность данных S21 отвечает технология Samsung Knox, эдакий штатный антивирус, ультразвуковой датчик отпечатков пальцев, а также фронтальная камера. По сути, тоже ничего нового, хотя сканер, конечно, обновленный, и я не могу нарадоваться. По сравнению с прошлыми поколениями, это действительно шаг вперед. Площадь датчика увеличилась на 1,7 раз, и он стал быстрее. Срабатывает не моментально, но очень быстро. Ну и точность тоже на уровне. Теперь не нужно крутить палец под разными углами. Ну и хвала богам, компромиссы добрались не до всех аспектов смартфона строения, поэтому стандарт защиты от влаги и пыли IP68 все еще с нами. Ну мало ли, вдруг решат за этот год, что это излишество, и никто на пляже этим смартфоном песчаные замки не строит, да и один бульк в унитаз уже не в счет. Galaxy S21 не предоставит вам никаких хлопот в плане связи. Он поддерживает супербыстрый и супернедоступный в наших краях сети 5G, и само собой Wi-Fi 6, который также пока доступен очень редко. Bluetooth 5.1, NFC и ANT Plus также присутствуют, и позволяют без проблем и больших затрат батареи подключиться к другим важным гаджетам, или провести оплату в магазине. GPS тоже хорошо справляется с задачами, поэтому телефон отлично выполнит роль навигатора. За звучание отвечает пара стереодинамиков. По ощущениям он стал немного громче предыдущей модели, естественно в нем есть Dolby Atmos, а миниджека нет. Ну что ж, Galaxy S21 это отличный смартфон, без которого можно обойтись. Не поймите меня неправильно, но новый Galaxy S21, не учитывая модель Ultra, вышел намного менее восхищающим телефоном, чем 20-я серия, и уж тем более 10-я. Мне кажется, десятка реально навела фурор пару лет назад. Да, красивый, новый, с некоторыми улучшениями и обновленным дизайном, но учитывая, что цена на 20-ку в скором времени упадет, спешить с предзаказом, я думаю, не стоит. Но и без заезженной фразы мы тоже обойтись не могли, поэтому если ваш старенький Samsung уже совсем не отбивает, и вы хотите флагман, то обновляться на S21 стоит. Большое спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, делиться видео в социальных сетях. А с вами был Артем, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok